Здравствуйте! В эфире программа «Акценты» с Натальей Пилипенко. Программа о явлениях, а не о событиях. Мы не просто выделим самое важное, а расскажем, почему это так важно. Расставим акценты. Начнем, как обычно, со статистики. Все больше россиян поддерживают учреждения в России награды «Герой труда». Главными претендентами на звание «Героя труда» по мнению россиян должны быть те, кто внес большой вклад в развитие отрасли. На втором месте люди, имеющие стаж работы. Также предлагается присуждать награду бюджетникам, простым людям, представителям рабочего класса. Гораздо меньше голосов отдано политическим деятелям, работающим пенсионерам, как ни странно, сельским дружинникам, сотрудникам НЧС, а также людям, работающим в экстремальных условиях. Есть и те, кто выступает за то, чтобы поощрять военных, деятелей культуры и даже многодетных матерей. Стоит напомнить, что идею возвращения звания «Героя труда» поддержал и глава государства Владимир Путин. А выдвинута она была российскими общественными деятелями. Вот так народные инициативы становятся частью государственной политики. Примером краудсорсинга в нашем регионе является проект «Народная экспертиза». Он призван сформировать новую модель работы власти и новую систему отношений между ней и населением, чтобы жители области могли свободно высказываться о проблемах, перспективах и первоочередных задачах. И еще важнее – создать механизм воплощения в жизнь самых удачных идей. Создать систему продвижения народных инициатив, которые прошли экспертизу и которые приняты к реализации. Это очень важно. Причем с теми же и авторством здесь установить, контроль, информация об итогах реализации, что на выходе мы получаем – все то, что положительное, связанное с продвижением инициатив, об этом должна знать вся область, а не только авторы и исполнители этой инициативы, о ее результатах. Это очень и очень важно во всех отношениях. И такой механизм в области создать удается. Одной из площадок для сбора народных инициатив стал интернет-портал народэксперт.ру. Здесь уже представлено свыше шести сотен идей. Все они проходят оценку не только профессиональных экспертов, но и простых пользователей сайта. Самые удачные по актуальности, реализуемости, инновационности, социальной значимости и экономической эффективности попадают в последний тур проекта, где рассматриваются экспертными комиссиями при профильных департаментах и в муниципалитетах области. Инициативы, получившие одобрение и здесь, будут воплощены в жизнь. Мы встретились с некоторыми народными экспертами и готовы рассказать вам об их предложениях, которые наверняка придутся по душе большей части жителей области. Идея заключается в следующем, создать в городе Белгороде так называемое третье место. То есть место, которое будет любимое людьми, гостями города. То есть первое место – это дом, второе место – это работа, третье место – это любимое место для отдыха. Владислав Красюков, 23 года, маркетолог, белгородец, но некоторое время своей жизни провел в Санкт-Петербурге. Отсюда его любовь к паркам и скверам, которых, по мнению Владислава, не хватает его родному городу. В проекте «Народная экспертиза» Владислав предложил сразу две идеи. Одна из них – восстановление и преображение Центрального парка культуры и отдыха. Для меня парк является таким местом родным. То есть я тут и работал в школьные годы, подрабатывал и гулял здесь. С родителями играл зимой в снежки, с друзьями бегали, играли в войнушку. То есть место такое культовое довольно-таки для меня, где приятно проводить время. Было неприятно наблюдать определенное время 2000-х годов, когда парк превратился в место для выбивания спиртных напитков, и в нем гулять уже как-то желания не возникало. То есть здесь раньше и бегали белочки, и летали совы. То есть это был такой зеленый остров в центре города, в котором было приятно находиться. Сейчас парк постепенно возвращается к этому за счет того, что здесь ничего не открывается. И в идее описывается то, что можно, сохраняя природу, сделать место интересным для людей, для его посещения. В идее описано то, что в парке есть уже конкретные выделенные зоны, там под спортивную зону, под зону отдыха. То есть смысла их перерабатывать нет. Просто нужно эти места, локации более конкретно модернизировать, можно что-то добавить и добавить какой-то инвентарь, которым люди смогут пользоваться. Допустим, установить пункт проката спортивного инвентаря для того, чтобы люди могли взять тот же самый велосипед, либо спортивный матч и поиграть в парке. Фишкой так называемой данного проекта может являться, допустим, библиотека под открытым небом, когда каждый может прийти, взять какую-то книгу, почитать на лавочке и тут же ее положить. Также идея в том, чтобы создать лекторию под открытым небом, где будут проходить те или иные мастер-классы, либо лекции от людей, заинтересованы в привлечении людей в дальнейшем и донести людям свою идею, своего рода занятий или еще чего-то. Как это огромное открытое пространство, здесь можно разгуляться на широкую руку, ногу, кто на что. Интересным местом хотелось бы видеть здесь, это городская ферма, то есть это небольшая выделенная площадь земли, может быть, небольшая теплица, где смогут прийти дети со своими родителями дошкольного возраста, начальных классов, посмотреть, как растет или иная культура, может быть, там появится пара курочек, козочек, дети смогут посмотреть, пообщаться с ними и, допустим, попробовать тот или иной продукт, там, козье молоко. Не у всех есть деревня, на территории парка должен быть бесплатный Wi-Fi для людей. То есть это зона отдыха, человек может прийти сюда точно так же, либо отдохнуть просто, либо просто идти в рабочее время на свежем воздухе, позаниматься своими рабочими делами. Сейчас будет заседание комиссии, где будет рассмотрена данная комиссия экспертами, профессиональными экспертами, народными экспертами и на уровне администрации. То есть либо это дальше перерастет в проект, который будет осуществлен, либо это будет в рамках текущей деятельности, то есть есть уже какой-то осуществующий проект, о котором я не знаю, по своей какой-то там неинформированности, он, может быть, дальше будет развиваться. Может быть, будут взяты какие-то части из моей идеи, то есть как это все организовать. Опять-таки, как бы парк – это общественная зона, да, и хотелось бы, чтобы на территории парка люди отдыхали. Еще одна идея Владислава Красюкова – оборудование конечных остановок общественного транспорта. – Чтобы конечные остановки нашего города, которых не так много, были оборудованы так называемыми остановочными комплексами, которые будут служить не для пассажиров, а для водителей. То есть, как мы видим, что сейчас водителям просто-напросто негде пообедать, просто посидеть минуту отдохнуть, либо банально сходить в туалет. Мы видим, допустим, даже на примере этой остановки, что кругом куча мусора, так называемых мест, где люди могут просто посидеть, перекусить, да, обеденный прерыв у всех по трудовому законодательству имеется. То есть, таких мест нет. И моя идея заключается в следующем, чтобы те остановки, которые населяются конечными, оборудовать такими модулями, где там банально будет несколько столиков, где люди смогут просто перекусить, туалет, рукомойник, будет, они, допустим, оборудованы, так как сейчас весь транспорт, да, под единой системой навигационной, где они будут видеть что-то в чем, определенная транспортная ситуация, что надобность сейчас состоит в том, чтобы выйти, допустим, дополнительные рейсы вывезти на маршрут. Это будет и полезнее и городу, и самим водителям. То есть, они будут как бы держать руку на пульсе. Мне кажется, если водитель будет доволен своим местом работы, да, что он может нормально поесть, он может посидеть, отдохнуть, он, может быть, будет и по-другому относиться к пассажирам. То есть, как бы, культура общения складывается минимум с того, что человек будет доволен своей работой. Для меня роллерспорт – это моя субкультура, то, как я провожу свое время. Это мои друзья, это лучше, в принципе, чем сидеть где-нибудь за компьютером дома. Это, ну, как бы, более здоровый образ жизни, что ли. Антон Гордилов, 26 лет. Аспирант Белгородского государственного национального исследовательского университета. Свободное от учебы и работы время катается на роликах. Непонаслышке знаком с проблемой нехватки пригодных для роллерспорта площадок. Его идея в проекте «Народная экспертиза» посвящена именно этому. В Белгороде роллеров насчитывается несколько сотен. Они занимаются профессионально. Мы часто ездим на соревнования. На соревнования такие города, как Москва, Киев, Харьков, которые рядом находятся, Донецк, ну и другие. И, кроме этого, проводим роллер-пробег. Вот в нашем городе именно такое мероприятие. То есть это пробег к мемориалу Яковлева. Это 70 километров протяженность. По меркам роликов это довольно большая протяженность. То есть это наша дань памяти к однюю победу. Однако дальше развиваться спортсменам тяжеловато, потому что нет необходимых площадок для тренировок. Нет вот, собственно, этих роллер-дромов, которые мы хотели бы, чтобы появились в Белгороде. Потому что вот сейчас, допустим, мы занимаемся на парковке около спортивного комплекса Хоркина, которая нередко занята машинами, что мешает тренировкам. Вот было бы здорово построить роллер-дром в центре, допустим, парке Ленина. Там, где сейчас стоят рампы слева от цены или вообще где-нибудь в центре города. Только построить его с учетом пожеланий спортсменов, с их участием тоже. Есть много нюансов при строительстве. То есть из каких материалов это будет строиться, какой наклон именно будет там у разгоночных гонок, допустим. Будет спроектированы ямы, в которые спортсмены будут нырять и выныривать из них. Эти мелочи, они важны, потому что без них просто это может стать каким-то спортивным объектом, который абсолютно непригоден для катания на самом деле. Развивая идею дальше, можно было бы организовать открытие в каком-то торговом комплексе, тоже роллер-дома, только закрытого типа уже. Идею Антона поддерживают его друзья. Например, призер межнационального роллер-кубка 2012 года Денис Тарченко. Идея здравая, и мы с этой идеей выходили уже неоднократно, но как-то вот все у нас не получалось. В целом идея очень нужна, тем более, что зимой кататься нигде. Больше для таких дисциплин, как слава, мне хватает именно площадок, где заниматься. Потому что сейчас ребята занимаются здесь вот на парковке. Раньше мы занимались на парковке перед спорткомплексом Светланы Хоркиной. И сейчас там полно машин. То есть сейчас уже там не протолкнешься. Вот остался единственный кусочек, наверное, единственный кусочек во всем городе. Есть еще, конечно, лжеролиная трасса в микрорайоне Новый. Но там вот тут же слава мне покатаешь. То есть если ребята расставят фишки, то тем же спортсменам, которые катаются на спорах с лжероли, они не будут мешать. Поэтому нужна специализированная площадка. Велосипед стал, можно сказать, неотъемлемой частью моей жизни. Нравится ехать, нравится ощущение воздуха, нравится крутить педали. Виктория Чернова, 24 года. Специалист по кадрам. Кататься на велосипеде любит с детства. Но то, что в Белгороде недостаточно развита соответствующая инфраструктура, поняла, когда повзрослела. И поспешила внести в проект народная экспертиза предложение о строительстве велосипедных дорожек. Идея заключается в том, чтобы на территории города Белгорода, а может быть потом это станет для всех как примером, осуществилось именно строительство велосипедных дорожек. Именно того участка пути, который будет выделен конкретно для велосипедистов. Так как сейчас это очень популярно, очень много людей выезжают. С каждым годом все больше и больше. Очень популярно, но крайне небезопасно. Потому что либо передвигаются по полосам движения автомобилей, либо по пешеходным дорожкам, либо по дворам, мешая либо автомобилистам, либо людям. И, конечно, эта опасность подвергает и свою жизнь, можно сказать, и здоровье. И также существует возможность наезда на пешеходов. Что, конечно, не очень хорошо. Поэтому идея, она, знаете, она как-то не возникла в один миг в моей голове. Она витала, наверное, в воздухе уже давно. И так как люди все больше и больше, наверное, все-таки посещают Европу, посещают заграницу, увидят, насколько это культивировано, насколько это интересно. И люди не то, что пользуются этим для спорта. Люди живут так, ездят на велосипедах в театр, в кино, куда угодно, за покупками, либо просто прогуляться в воскресенье. Идея Виктории действительно витает в воздухе уже не первый год. А потому ее поддерживают все велосипедисты Белгорода. Что касается инициативы, она хорошая, правильная, она нужна. Мы уже давно говорим. Мы говорим о том, что сейчас-то уже не плашка, допустим, 3-4 года назад, это уже необходимость. Потому что и в потоке машин с каждым годом все сложнее передвигаться, он все плотнее, больше агрессивных водителей. И на тротуарах нам, к сожалению, нет места. Мы просто рискуем своей жизнью, жизнью пешеходов. Ну, не жизни водителей, да, а их как бы... Ну, и да, может быть, и жизни, да, в определенном смысле. Вот, поэтому велодорожки очень нужны. Не хватает городской инфраструктуры. Это, может быть, какие-то оборудованные стоянки, это велодорожки. Велодорожки не просто велодорожки, которые построили и забыли про них, а чтобы их обслуживали, убирали, вычищали. А вот бурьяна, например, ремонтировали, так же, как автодороги. Основная необходимость – это выделение велодорожек. Элементарно хотя бы покрасить, как в Европе делается, отдельным цветом, выделить полосу, по которой бы ездили велотранспорт, не мешая общественному транспорту и автолюбителям. Было бы все гораздо проще, меньше травм и полезнее для здоровья. А вот жительница старого оскола Екатерина Тарасова предложила идею совершенствования сферы здравоохранения с помощью создания своеобразного рейтинга лучших врачей региона. Я бы хотела, чтобы это было расширение сайта электронной регистратуры, на котором сейчас можно онлайн взять себе талончик на прием к любому врачу, чтобы там на нажатии на имя специалиста можно было увидеть информацию о нем, имя, фамилия, отчество, образование, опыт работы, какие-то сертификаты. Все, что касается его сферы деятельности, что помогло бы определиться с выбором. Помимо этого, я думаю, неплохо было бы оставить возможность людям комментировать их работу на этом же сайте, оставлять отзывы о тех, кто уже был на приеме. Возможно, как-то оценивать, понравилось, не понравилось, по какой-то шкале. Это бы помогло людям с выбором в дальнейшем. Я считаю, что, во-первых, нужно вести модерирование, естественно, на отзывах, чтобы там не были слишком пустословные какие-то отзывы или нецензурные, или что-то вроде того. И второй момент. Естественно, негативные отзывы будут, так же, как и положительные отзывы. Мне кажется, самое главное, что стоит обращать внимание при выборе врача – это количество тех или иных отзывов. Если отзывов положительных больше и негативных один-два, то ясно, что врач хороший. Идеи, способные изменить мир к лучшему. Но если и не весь мир, то хотя бы какую-то его часть. Наверняка не один десяток подобных держит в голове каждый из нас. Но вот инициировать их реализацию почему-то способен не каждый. Пока еще не все мы можем не просто требовать от власти, а подсказывать ей конкретные пути улучшения условий нашей же жизни. Те пути, которые подходят именно нам. Возможно, изменить ситуацию способен именно проект «Народная экспертиза». Мы будем следить за его развитием. На этом прощаюсь. Новые акценты через неделю. Расставим их в правильном порядке. В эфире и на сайте мирбелогоре.ру. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова